Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Всем доброго дня. Действительно, сегодня уже середина недели. Это замечательно. Мы действительно пытаемся изменить мир, сделать его другим, но во всяком случае лучшим. Для этого мы каждую вторую среду приглашаем к нам сюда в студию на радиостанцию «Балкон 93.9». Приглашаем Татьяну Долу. Я так понимаю, что Доля Татьяна, она как раз является ведущей у нас передачи с названием «Другой Мир», ну и, конечно же, специалистов в различных областях. И сегодня у нас тренер-консультант по управлению эмоциями, оказывается, и существуют и такие. Очень приятно. Алина Воронова, здравствуйте. Здравствуйте. Танечка, и вам тоже большой привет. Спасибо, что сегодня как-то вместе пытаемся мир сделать другим, в лучшую сторону. И сегодня, насколько мне стало понятно, мы будем говорить за ауросому. Ну, простите, что, может быть, как-то слишком витиеватой. Тем не менее, сегодня поговорим о свете и в прямом смысле этого слова. И о свете, и о свете. И о свете, да. Поговорим о том, что такое цвет, что такое свет, поскольку, понятное дело, что свет – это энергия, и энергия жизни, и энергия существования. Каким образом это всё связывается с нашим современным миром, как вообще в этом свете существовать, жить, процветать. Об этом нам сегодня расскажет тренер-консультант Алина. Здравствуйте. Ещё раз давайте поговорим, в первую очередь, об ауросоме. Что это такое? Ауросома – это система цвета ароматерапии, которая возникла в 80-е годы прошлого века, и у которой изначально была очень такая интересная история появления. Она появилась благодаря мощной интуиции. Жила-была дама в Британии, которая работала фельдшером. Потом у неё была своя практика лечебного педикюра. То есть она была такая вот, ну, медицинский практик. И во второй половине жизни, то есть она всю жизнь умела готовить разные лечебные крема. Люди ими пользовались, мазались, мазались, и у них происходили какие-то чисто физические процессы исцеления. Под конец жизни она стала терять зрение, но она продолжила свою работу. У неё руки были наработаны. И вот однажды вечером в своей лаборатории она создала такие необычные составы. Они тут у нас представлены. Очень красивые. То есть она смешала ингредиенты, которые получили очень чистое цветовое решение. И было не очень понятно, для чего это, но это было так красиво, что она это взяла с собой на выставку. И когда на выставке люди эти цветовые решения увидели, они стали говорить, что глядя на эту бутылочку, у них какой-то резонанс возникает. Вот эта бутылочка их как будто зовёт. И вот так, в общем-то, зародилась система, которая из 5-7 бутылочек сейчас выросла 117 цветовых комбинаций. Жалко, не всем нашим радиослушателям видно, что происходит у нас на столе. А тут 7 бутылочек действительно стоят, они разноцветные. Жалко, этикеток нет? А сбоку что-то написано. Это специально. Не пей меня. Всё это, знаете ли, нас как-то к Луису Кэрролу сразу направляет. Ты, Алиса, которая в Стране чудес, и всё это, вот эти пузырьки волшебные, да, то есть можно уменьшаться. И если говорить об управлении эмоций, наверняка эти вот, что их пить надо, да, вот выпил, раз уменьшился, раз увеличился. В дверь нужную вошёл, кролик побежал. Мужчинам им сразу надо выпить всё, что красивое, всё, что привлекательно. Очень красивые бутылочки, они разноцветные, в таких пузырьках на столе смотрятся просто очаровательно. Да, на самом деле они, помните, я говорила, крема, вот это ключевое слово. Они сделаны по классическим, исходя из классических рецептов фармацевтики. И в составе, если я его озвучу, он очень сложный, но базово это два вида растительных экстрактов, водяные и мысляные. Кстати, поэтому у нас бутылочки такое волшебство. Они состоят из двух фракций, которые вроде бы не смешиваются. Это драгоценные камни, тинктуры из драгоценных камней. И это аромамасла и кристаллы. Но на самом деле, вот сразу хочу, я немножечко знакома с этой методикой, с этим способом познания себя. Как я понимаю, да, это один из способов тоже познания себя, раскрытия себя. И он очень интуитивный. Поэтому каждый выбирает не умом, а выбирает вот интуитивно то, что у него внутри, его как бы его внутреннее «я», это мы называем внутреннее «я». Просто вот тянутся руки и берутся эти бутылочки. И уже потом специалист, вот как Алина, начинает трактовать вот тот выбор человека, который он сделал. Я до конца не очень понял. Если глобально всё-таки попытаться осмыслить, что же такое ауросома? Это что, какое-то теоретическое учение про продвижение, не знаю, к свету? Или вообще для чего? Это же религия, может быть, может быть, это какая-то секта, в конце концов. Что такое ауросома и для чего она нужна? И на кого рассчитано? Кто должен быть адептом? Ну, вы знаете, такие термины, как «секта» и «адепта» в нашем мире могут просто означать то, что к этому повышенный интерес. На самом деле ни то, ни другое будет совершенно неверным относительно системы. Система создана как цветоаромотерапия. На этом мы ставим акцент. Цвет. Цвет, аромат. Да. Как способ балансировать те энергии, которые живут в человеке, в том числе энергии эмоций. Потому что, вот согласитесь, может быть человек радостный, и он этой радостью делится со всеми, и это сбалансированное состояние радости. А может быть человек радостный, который будет, так сказать, его будет так много, что остальные не смогут выдержать. Вот когда вы сказали, что как в Алисе «Стране чудес» выпить и уменьшиться, а у Росома такому несбалансированному в своих эмоциях человеку помогает собраться воедино и сконцентрироваться на чем-то одном. И ему самому становится проще, и тем, кто его окружает, тоже становится проще с ним коммуницировать. Как это работает? Вот правильно ли я понимаю, у меня такой вопрос, правильно ли я понимаю, в чём ещё здесь большая сила этого метода? Как вы сказали, туда входят экстракты эфирные растений, то есть это энергия самих растений, кристаллы. Почему это, в общем-то, достаточно это такой непростой, я бы сказала, недешёвый способ, потому что туда входят кристаллы, и это полудрагоценные кристаллы, правильно? И даже драгоценные. И драгоценные кристаллы. То есть эта энергия, мы все знаем, что у каждого, у всего есть своя энергия. У растений своя энергия, у кристаллов своя энергия. И здесь вот это и есть этот концентрат. Я правильно понимаю, да? Да, там собрано довольно большое множество компонентов. И действительно, я скажу даже больше про растения, что большая часть этих компонентов растительных выращивается в специальном биодинамическом хозяйстве. Конечно, конечно. А это большие земельные угодья в центре Англии, я там бывала, они выращиваются так, чтобы природу не обеднять, чтобы максимально здоровые растения включались в состав вот этих средств. Что потом является терапевтическим средством для людей. Что поддерживает людей и тоже позволяет им сохранять этот здоровый резонанс с окружающей природой. Милая дама, а как это работает? Вы могли бы рассказать? Вы столько много рассказываете об ингредиентах, о том, что содержит людей. Да, это важно, важно, правда. Это безусловно важно. И все-таки, давайте вот с места в карьер. Как это работает, как это применять, что нужно с этим делать, чтобы, я так понимаю, уравновесить собственные эмоции? Мы даже можем рассказать, как если бы я пришла к вам на сеанс консультанта. Алиночка, вы же тренер-консультант. К вам приходит, например, такой обыватель, ничего не смыслящий о ауросоме. Я прихожу к вам и говорю, послушайте, у меня столько энергии дисбалансированное, я не знаю, что с этим делать. Вы знаете о том, что ученые установили, что сейчас улыбающаяся депрессия практически у всех индивидуумов в нашем современном обществе. Люди улыбаются, натягивают маски, улыбки ходят, но на самом деле внутри они чувствуют себя абсолютно дисбалансированными. И это приводит к очень странным проявлениям. Ну, мы-то знаем. Мы-то знаем. О, я объясняю. Ну, так люди не все знают, что это происходит с ними. Мы ходим на работу, ходим в окружающий нас мир совершенно с какими-то масками. На самом деле мы продолжаем улыбаться, хотя внутри депрессия. Что нужно, каким образом, я так понимаю, что как раз ауросома и предназначена для того, чтобы сбалансировать человека, вести его в состояние равновесия. Именно так. Даже эти составы называются балансовые масла. Вы говорите, пить нельзя, пить нельзя. Что я должна сделать? Давайте, предположим, подыграем, что ко мне пришла пара. Я знаю, что в жизни это не так, но вот ко мне пришла пара. Мужчина и женщина. Да, мужчина и женщина. Обычно женщина видит и идет за тем, что она увидела, а мужчина вынужден идти за женщиной. Как это, очень частенько у меня в кабинете оказывается мужчина, который, я спрашиваю, что вас привело, они говорят, жена. А тогда вы говорите, что вас привело, не кто, а что. Так вот, и о чем я предлагаю людям подумать в первую очередь, вот в чем они видят главную сложность в своей жизни, какие эмоции. У кого-то это действительно, как вы говорите, это улыбка снаружи и грусть, печаль внутри. У кого-то это подготовка к важному событию. У кого-то это выгорание на работе. Огромная проблема в наши дни. Люди отдают так много и не получают. Подумайте об этом актуальном вопросе. А потом, здесь у нас, конечно, мини-сет, всего 7 бутылочек. В профессиональном кабинете их намного больше. Посмотрите и выберите 4 понравившиеся бутылочки. Но если здесь вы выберете 4 понравившиеся, у нас выбор ограниченный, я вас попрошу подумать об этом вопросе и выбрать одну, которая вас больше всего привлекает в тот момент, или больше всего отталкивает. Вот есть два пути, когда вы думаете о своей насущной проблеме. Вот каждый из вас. Вот не сговаривает. Танечка, давайте вы сначала. Какая же у меня насущная проблема. Если я вас не знаю. Да, нам обязательно нужен человек с проблемой. Вы можете не подойти. У вас есть, Гоша, проблемы? Меня? Да. Да не, ну что вы. Вот видите. Вот так работает Аурасом. Это шутка. Слушайте, как здорово. Так хорошо. О чем мы можем еще подумать? Давайте подумаем о каком-то проекте, который вы хотите реализовать. Давайте так. Так тоже можно. Хорошо, давайте. Если не проблема, то проект или какое-то желание, которое вот у вас актуально. Ну вот тогда вот. Зелененький. Синий и зеленый. Сверху синий, снизу зеленый. А сверху это тоже какая-то субстанция жидкости? Да, 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 да. Я думаю, это просто. Это представляется, это вода и масло. Поэтому сверху масло и снизу вода. Физика. То есть выпил и запил как бы там. Простите. Я опять о своем. Сейчас об этом. Вы все о своем. Мы пытаемся до вас донести. Если бы я выбирал из цветовой гаммы, которая здесь представлена, я бы выбрал вот то, что второй пузырек, который черный. Вот этот, да? Ага. Ну вот это выбор Гоши. Да. Почему? Как вы это могли бы? Вообще, вы знаете, если говорить о психологии, то, конечно же, с цветом очень много связано. И тут целые тома. Можно было бы, как человек воспринимает мир, и по каким цветам, и какие цвета воздействуют. Это все. Да, в принципе, мы об этом и хотели говорить вначале. Да, но уже подошли сразу. Это все достаточно известно. Но так, чтобы прямо в какие-то вот снадобья это в какие-то пузырьки разливалось. И потом, я так понимаю, что с этими пузырьками-то, собственно, делать? Это масло и вода, да? Это значит как-то, что если это пить нельзя, как мы уже выяснили с восьмого раза. Что с этим делать-то? И как это работает? Для начала, на самом деле, способов с этим работать есть множество. Вы даже можете это держать перед собой на рабочем месте, использовать как, скажем так, такой объект для сосредоточения и настройки. То есть это, говоря языком музыки, Гоша, вы человек, близкие к музыке, скорее всего. Относительно. Относительно. Это определенные камертоны. То есть это частота цвета, с которой нашему телу легко, она легко понятна, она естественна, и тело умеет с этим сонастраивать. Вот с нашей интуицией. Поэтому самый простой способ, даже не открывая такое призывание… То есть это просто сонастройка. Да. Вы можете это держать, например, у себя на рабочем месте, и глядя на это, у вас будут происходить определенные процессы балансировки. Попадать в тональность, это называется. Попадать в тональность. Есть еще понятие настроить инструмент. Если предположить, что каждый организм человеческий – это тоже в какой-то степени инструмент для того, чтобы справляться с происходящими вокруг нелепостями, организованными нашим реальным миром, то для того, чтобы настроить свой инструмент, наверное, нужно, как вы говорите, просто посмотреть. Да. Да. Находиться… Очень благоприятно находиться просто рядом с сетом. И это один из способов. И вот, знаете, не удержусь, расскажу одну коротенькую историю из своей жизни, как я поняла, что ауросома действительно работает для меня. Потому что я не скажу, что это панацея для всех, но если вас это зацепило, с вами это срезонировало, вам к этому стоит обратиться. Очень коротко. Я ходила на танцы. Я ходила на такие народные, простые танцы. И лучшим моментом в этих занятиях танцами был момент, а проходили они в зале, где стоял полный сет ауросомы. Я всегда ждала паузы, чтобы посидеть 20 минут или 15 минут, пока была пауза, возле этого сета. Я ничего про это не знала, мне просто нравилось находиться рядом с этими бутылочками. А потом однажды эти танцы провели в другом зале. И я пришла, и я почувствовала, что ничего в этих танцах меня больше не притягивает. Мне, оказывается, не так нравятся ведущие, мне уже не так нравится эта музыка. И я ушла после занятия без каких-то специальных эмоций. Я думаю, в чем разница? И ответ пришел. Разница была в этих бутылочках. Но здесь еще и чакральный набор. Да. То есть здесь 7 бутылочек, которые соответствуют всем. Да. Да, 7 чакрам. Поэтому, конечно, идеальный вариант – это действительно балансировка всех 7 чакр. Я правильно понимаю, да? Да. Но если такой возможности нет, и мы выбираем что-то одно, тогда мы уже работаем терапевтически, когда мы выбираем какой-то, делаем какой-то выбор. Вот мы выбрали цвета, и дальше, как вы дальше… Что вы с этим дальше делаете? Что мы дальше с этим делаем? А, конечно же, один из способов применения, и он замечательный, и он исходно был заложен автором этой системы Вики Уолл в эту систему, эти балансовые масла используются на теле. Я вам не могу сейчас это продемонстрировать, потому что, когда бутылочка открывается, взбалтывается, она сонастраивается полностью, только с вашей чистотой, и тогда её даже не рекомендуется давать в руки другим людям. Она становится лично вашей. Но суть в том, что они используются прямо на коже, исходя из того, что мы используем в области горла. Красный цвет мы используем в нижней части тела, ноги, стопы. И вот исходя из этого, собственно говоря, вот это такой глубины, заложенный смысл, как им и пользоваться. Но это только два способа я вам рассказала, потому что, чтобы узнать все остальные, вам, наверное, придётся пройти обучение. Обучение длится не один день и даже не один час. Открою небольшой секрет. Мне удалось подглядеть в журнале, как Алина на собаке испытывает, на собственной собаке, испытывает воздействие света и цвета. Об этом мы поговорим буквально через несколько минут после рекламы. Это действительно очень необычная фотография, которую поделилась Алина. Ну и об этом буквально через чуть-чуть уже после рекламы. Передача «Другой мир» сегодня у нас ведущая передача Татьяна Доля. Здравствуйте ещё раз. И у нас сегодня тренер-консультант по управлению эмоциями Алина Ворнова. Мы говорим сегодня об ауросоме и как это работает, что такое цвет и как он воздействует на наш организм, как правильно сбалансировать свои эмоции в нашем мире окружающем. Действительно, замечена была Алина с очень интересным прибором. Похож он и на джедайский меч. Я уж не побоюсь, может быть, даже на диджейский меч. Выглядит он как волшебная палочка, излучающая какой-то удивительно волшебный свет. Это и в журнале, кстати, ну ладно, хорошо, мы не будем делать рекламу журнала, но тем не менее на фотографии вы как-то светите на собаку. Вы её облучаете. Как это связано вот с этими очаровательными бутылочками, которые здесь у нас на столе представлены, очень красиво смотрятся, флакончики. И как это работает? Расскажите, для чего это волшебная палочка? Да. Итак, это вторая, скажем так, ещё одна ветка, связанная с работой и с цветом, и с светом. И она называется по-английски Beamer Light Pen, что в вольном переводе на русский – лучевая указка. Мы используем поляризованный свет, не буду вдаваться в физику этого явления, научно, так сказать, ориентированные слушатели могут прочитать про поляризованный свет, и мы используем окрашенные капсулы, внутри которых как раз-таки находится то же самое балансовое масло, как в этих бутылочках. Но они герметично запаяны, и поэтому используются, их можно использовать вот в этом фонарике. То есть, и на той самой фотографии, о которой мы говорим, я использую конкретно жёлтого цвета. То есть, это как бы фильтр просто вы вставляете, да? Поскольку мы знаем, что свет, он, спектр света из курса физики, он содержит разные цвета, да? Если мы помним, вы помните, кстати, Уппинг-флой, это Dark Side of the Moon, преломление, это же как раз всё очень связано. Это как раз об этом. Ещё Скрябин говорил о том, что семь цветов соответствовать должны семи нотам, и как-то это должно всё сочетаться. А как это воздействует на, в частности, вашу собаку? Что собака говорит по этому поводу? Давайте уточним сразу, что собака не моя, у меня кошка. Кошка тоже, я пробовала всё сначала на котиках. Собака-фотографа. То есть, фотограф, который делал эту съёмку, согласился с своей собакой, у которой была такая она тревожная собачка, гиперактивная. Она могла нам помешать во время съёмки. Я предложила сделать ей сессию цветовой, посмотреть, как собака будет реагировать. И вот мы сделали собачке сессию жёлтым светом. И собака очень так хорошо успокоилась и стала вести себя более, как это, коллегиально. То есть, разные цвета, вот эти капсулы, они и по-разному воздействуют, правильно я понимаю, на людей, на животных. Кстати, вот мы сразу подошли, что можно работать не только с людьми, а мы можем работать и с животными. А так как животные сейчас есть очень у многих в семьях, и это члены семьи, и о них заботятся не меньше, чем о себе, то это очень хороший инструмент, такой безопасный воздействие на и психику животного в том числе. Эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние, совершенно верно. Да, именно так. А вот по цветам тогда каким образом? То есть, каждый цвет, он даёт какой-то свой баланс. Вы знаете, с цветами есть такие общие настройки, которые, например, известны как тест Люшера, какие-то общие трактовки цвета. Да. Но в практической работе всё равно важно наблюдение за конкретным индивидуумом. Я уже не могу сказать человеком, потому что… Потому что мы сейчас говорим о живых существах. Да, если мы будем светить, например, на вас, Татьяна, или на вас, Гоша, одним и тем же цветом, возможно, у вас возникнут разные ощущения. Совершенно нормально. Это нормально. А у собачки или кота тоже. Но есть какие-то общие направления, например, там, жёлтый цвет и синий цвет, они по спектре будут давать несколько другие частоты, но с несколько другой эффект. Да. То есть вы просто сами, глядя на пациента, будем говорить, вы подбираете какого? Клиента. Да, пациента, клиента, неважно. Клиента. Вы просто сами подбираете те цвета, которые вы чувствуете, что ему в данный момент они необходимы. Правильно? Давайте начнём с того, что всё-таки я проходила определённое обучение. И как и цветотерапии, так и работе с окрашенным светом, хотя это очень безопасная методика, и навредить ею сложно, но чтобы от неё действительно был эффект и польза, нужны знания. Конечно, конечно. И я, базируясь на знаниях, на каких-то стандартных протоколах, которые разработаны путём наблюдения, множественного записанного наблюдения, я подбираю уже и для индивидуально, так сказать, того клиента, который оказался передо мной. Тут надо, видимо, обладать ещё какой-то интуицией и психологией, наверняка, чтобы это понять. Ну, поэтому этому и нужно учиться. Давайте напомним телефоны нашего прямого эфира. Если у наших радиослушателей по теме есть вопросы, можете дозваниваться 672-12939, или второй телефон 672-13939. И у нас есть ещё номер для использования WhatsApp, можете присылать свои смс-ки. 2-2-3-0-6-1-9-9-1. Это номер для WhatsApp. И вот у нас, смотрю, ещё и печатает девушка симпатичная во всех смыслах и отношениях. Нам видна ваша фотография. И задаёт вопрос наша радиослушница, говорит, что цветотерапия – это, мол, лженаука, ни одного научного исследования, утверждающего эффективность практики. Что скажут наши гости? Ага. Итак, я приветствую скептиков, потому что, я считаю, для первого знакомства скептиз – это очень здоровое отношение к любому методу. Но я сошлюсь на такой факт, что в начале 20 века, и это можно проверить, в регистре Нобелевских премий есть Нобелевская премия, она даётся за научные достижения доктору, который исследовал использование цветотерапии, внимание, для лечения волчанки. Это очень серьёзное аутоиммунное заболевание, которое по сей день в медицине считается не совсем поддающимся лечению, и от него люди даже… Да, так вот, Нобелевская премия цветотерапии для лечения волчанки. 20-е годы прошлого века, если я не ошибаюсь. Данные есть в регистре Нобелевских лауреатов. Я думаю, это всё-таки указание на то, что даже если у нас недостаточно у современной науки доказательств, это вопрос времени, пока они появятся. Я надеюсь, что мы ответили на вопрос. Будем надеяться, да. Я думаю, что понятно. Вы знаете о существовании теста Люшера и вообще, как он вписывается в систему ауросомы? Я думаю, что Люшер – это один из таких серьёзных исследователей. И о чём основан? Давайте, может быть, не все знают нашего радиослушателя. То есть это о том, что выбор цвета резонирует с какими-то определёнными эмоциональными состояниями. Да, совершенно верно. Но здесь важно что? Что помимо Люшера, например, первый, кто серьёзную цветовую теорию создал, это был великий поэт Гёте. У него огромный трактат о цвете. И его исследования тоже были взяты в основу ауросомы. Так вот, цветовые сочетания в нашей жизни мы видим, как используют для воздействия на наши эмоции повсеместно. Например, в рекламе и маркетинге, в упаковке продукта, в продвижении. Конечно, конечно. А те, кто создаёт логотип и знают, что жёлто-красный логотип и, например, синий логотип будут воздействовать, давать разные послания нашему подсознательному. А в природе используется красный цвет. Если вы видите животное с ярко-красным цветом, скорее всего, оно ядовитое. И это знает природа. То есть это такой универсальный код. Это законы природы, которые, в общем-то, незнание этих законов нас не освобождает от ответственности. И если говорить о том, о чём вы сейчас говорите, о сочетании цветов, то это контрастные цвета, на самом деле. В частности, синий и жёлтый – это очень контрастные цвета. И все, я не знаю, там все гугены рисовали как раз, используя вот эти контрасты цветовые. Они действительно очень сильно воздействуют на сознание и подсознание человека. И я так полагаю, что мы, как художники, можем управлять цветом и регулировать свой организм и свои эмоции так, что ли? Ну, на самом деле, мы это делаем каждый день, когда мы утром встаём и одеваемся. Да, каждый человек встаёт утром, особенно женщины, у них всегда более разноцветный гардероб. И мы выбираем одежду по той цветовой гамме, которая соответствует нашему внутреннему состоянию на сегодняшний день. И, в принципе, по цветам, ну, тут не надо рассказывать, все это уже знают, что и у чакры есть цвета, и у ауры тоже, в общем-то, светятся своими определёнными цветами, да? И мы выбираем тот цвет, и, в общем-то, есть же люди, которые любят яркие цвета, которые одеваются ярко. Есть люди, которые вообще всё время носят чёрный цвет. Я знаю таких людей, которые всю неделю могут ходить в чёрном цвете, и им комфортно. Хорошо или плохо? Что скажет тренер-консультант? Вы знаете, по поводу чёрного цвета, чёрный цвет – это очень рабочий цвет, и это цвет интроверсии. Это значит, что в каком-то смысле он поглощает весь свет максимально, физика, и оставляет его в себе. То есть, я чёрная дыра, получается. Нет, ну, это просто психология каждого цвета, да. Не отпускаю его. Да, ну, я бы так не сказала, я всё-таки не астроном, но это о том, что это закрытость и поглощение информации, то есть, когда вам нужно закрыться, чёрный цвет идеален. Но когда вы хотите наладить коммуникацию с тем, кто рядом с вами, чтобы вас понимали и чувствовали, желательно чёрный цвет чем-то разбавлять. Какими-то акцентами. Жёлтеньким. Жёлтеньким. Давайте мы вернёмся всё-таки к нашей теме, потому что есть ещё вопросы, которые даже у меня есть. Я думаю, что и у слушателей есть эти вопросы. Как часто можно использовать светотерапию, ауросому и работу с вашей волшебной указочкой, да? И вернее, чтобы это было безопасно. Это я правильно поняла, да, оно в принципе безопасно, да? Но чтобы был какой-то эффект. Это должен быть какой-то курс или это достаточно одного раза? Вы знаете, к сожалению, не могу сказать, что есть универсальная рекомендация. По тому, как я вижу, как обращаются ко мне клиенты, я вижу несколько типов. Давайте я вам коротко обозначу. Есть люди, которые приходят на каком-то распутье, когда нужно принять решение, например. И, например, выбрать университет или понять, как я буду себя чувствовать на определённом месте работы, заранее настроиться, такие важные. То есть помощь в вопросе выбора, какого-то решения вопроса. Это разовое. Есть люди, которые приходят восстановиться после каких-то определённых эмоциональных потрясений. Иногда это бывает хорошее, иногда действительно тяжёлые вещи. Тогда это надо смотреть, как, может быть, курс для восстановления. Обычно одного раза может не хватить. А есть те, которые хотят подпитывать свою интуицию, постоянно быть в каком-то таком творческом подъёме, и они частенько сами начинают этому и обучаться, и приобретают что-то для личного пользования, потому что практически любой элемент этой системы… Вот тоже хороший вопрос. Можно ли действительно потом каким-то образом, кому очень понравился этот метод, а он действительно очень эстетичный, он очень красивый, и правда к нему просто хочется вот просто прикасаться, и даже просто смотреть на эти бутылочки, огромное удовольствие, по крайней мере для меня. Каким образом это можно использовать? То есть его можно, в принципе, приобрести и пройти обучение, и потом самому их использовать в каких-то домашних условиях, да? Конечно. И замечательный способ, который мне очень нравится, из которого я на самом деле сама начинала, это сонастроенные с этими цветами ароматы, ароматические композиции. Вот они бывают в таких совсем-совсем маленьких, видите, пузырючках, помещающихся не только в дамскую сумочку, но и в мужской карман. И они… Это набег, что мужчины тоже могут приобщаться. У меня есть вопросы. Я знаю, что мужчины этим пользуются. Секретно. Конечно. Конечно. У всех есть свои какие-то волшебные магические средства. Да-да-да. И тогда это не требует ни специального кабинета, ни человека, который с вами с этим работает. Просто вы получаете базовое понимание, что и для чего, и вы пользуетесь сами. Ну, подождите. Вот давайте вернёмся к практике. Если, например, человек расстроен, депрессия, что-то на работе, жена, я не знаю, или что-то не ладится. Каким образом это может помочь современному человеку выйти из этого состояния? Потому что я уже говорила, в улыбающейся депрессии мы делаем вид, что всё хорошо. А на самом деле внутри у человека кошки на душе бывают скребутся, он не знает, что делать. И эта депрессия, она гложет. Вот вы знаете, Гоша, тут я хочу вернуться к вашему цветовому выбору, где у вас два цвета. Голубой цвет сверху и тёмная маджента, почти чёрный цвет. Я не знал, что это тоже субстанция наверху. Поэтому я так сказал. Я бы выбирал чёрный. Ну ладно, хорошо. И это как раз очень хорошо подходит тому состоянию, которое вы описали. Потому что голубой цвет – это цвет такого, знаете, как голубое ясное небо. Видимое благополучие, видимое спокойствие. То, что я транслирую на уровне сознания. Мы, кстати, можем так трактовать вот эти двухцветовые фракции. То есть то, что я транслирую мир. Что я спокоен, жизнерадостен, самодостаточен, обладаю авторитетом. Я улыбаюсь. А внутри, в моей душе, там очень много всего, чего вы не видите. Как и у каждого человека. Как у каждого человека. Человек дуален, у него есть белая сторона, чёрная. Это понятно. Да, но заметьте, у нас тут две разные дуальности. Здесь совсем другая история. Да, есть синий, зелёный, смотрю, история. Там есть жёлтая, розовая. Ваша на данный момент такая. И тогда, что можно, если бы это был мой клиент, который пришёл ко мне в кабинет, я бы порекомендовала ему как вариант. Либо начать пользоваться этой бутылочкой как балансовым маслом на теле. Он бы его использовал в основном в области шеи и лица. Например, на наших любимых мышцах челюстных, которые у нас напрягаются от психоэмоционального напряжения. Стиснутые зубы и принуждённая улыбка, она накапливается именно здесь. Или если бы человек говорил, нет, я не люблю мазаться, я же не женщина кремами мазаться. Это у жены там баночки. Я бы предложила ему сделать сессию цветом при помощи челочевой указки с такой капсулой. И мы бы в течение сессии подследили, как меняется его состояние. Либо он говорит, нет, мне некогда лежать, дайте мне что-нибудь, я пойду. Тогда по выбору вот этого нижней темной фракции я бы предложила ему взять с собой в свой солидный мужской карман. Вот такой вот маленький флакончик с ароматом, который соответствует вот этому тёмному цвету. И она, у него есть, знаете, у этого аромата, тёмной маженто, есть очень красивое название. Забота о заботящемся. То есть забота о том, кто и так очень много делает для других, а не может позаботиться о себе. Супер. Надо переосмысливать. Забота о заботящемся. То есть вот эта вот субстанция, которую вы сейчас показываете в пробирочке, она будет заботиться о человеке, который заботится. Да. Вы знаете, она будет помогать человеку, который весь в заботах о других, вспоминать о том моменте, когда позаботится о себе. И я не знаю, как конкретно для этого человека это будет выражаться. Может быть, он просто выйдет подышать, но не с сигаретой, а подышать. Или он на полчаса закончит свои сверхважные дела и поедет погулять с собакой. Или он запишется в бассейн. Вариантов масса. Это очень тонкие процессы. Вот я сейчас слушаю Алину. Да, безусловно, будут люди, которым это будет очень срезонирует и созвучно. Будут люди, которые вообще… Поэтому мы и говорим, что наша передача – это другой мир. Мы даём просто возможность каждому человеку вот просто познакомиться. Кому-то это будет супер, как интересно. Этот вот, правда, какой-то волшебный, какой-то магический мир, который он будет потихонечку познавать себя. Нам кажется, что мы себя знаем. На самом деле мы себя вообще не знаем. Я так понимаю, что аура, сома и термин… Если аура нам в какой-то степени понятна, она связана с цветом, и у каждого человека есть своя аура, то сома – это соматическое какое-то воздействие происходит. Вы знаете, это название, оно возникло немножко, опять же, таким… Не по такой мощной логике, но действительно, аура – это наш, ну, скажем так, наш кокон электромагнитный, наше излучение, которое у нас, как у живого существа, присутствует. А сома – действительно греческое слово, означающее тело. То есть мы можем перевести это название как тело света. И у каждого из нас, кроме нашего плотного тела, даже физики подтверждают наличие вот этого тела света. Современные психологи говорят для того, чтобы как-то относиться… Вот мы говорим о балансе в нашем мире духовном. Если мы не можем изменить какие-то обстоятельства, нужно изменить отношение к этим обстоятельствам, по-другому к ним относиться, и тогда мы можем ощутить этот баланс. Как в этом смысле, это говорит и Карнеги, как в этом смысле работает аура сома с нашим вот сознательным или осознанным восприятием этого мира? Вы знаете, наверное, лучший вариант – это рассказать пример. Ко мне пришел один бизнесмен, и у него была сложная ситуация. Он хотел срочно заключить очень важную сделку. Он был весь в напряжении по этому поводу. И ему жена посоветовала, вот прийди, сними напряжение, а то ты сейчас прям, там у тебя пар пойдет из ушей. И он, когда делал свой цветовой выбор, у него очень много присутствовало красного цвета. А это действительно такое вот большое энергетическое… Знаете, даже мы краснеем иногда, когда у нас голова активно работает и так далее. То есть красный цвет, и вот прямо было видно, он весь в этом. И мы сделали с ним цветовую сессию. Понятно, что я не могу ему посоветовать, как из серии. Не волнуйся, все в твоей голове, твой бизнес, весь в твоей голове, не волнуйся. Но такой совет было бы глупо ему давать. Поэтому мы просто с ним провели сессию цветом и ориентировались на его чувства. У меня не было готового решения для него. Он немножко расслабился, он стал по-другому дышать. У него изменился цвет леса, и на этом он ушел. Когда спустя пару недель я узнала, что по поводу этой сделки, он сказал, знаешь, я ушел от тебя, посидел в кафе и понял, что я слишком нагнетаю события. Что на самом деле партнерам нужно дополнительное время для подготовки. И пока я дал им это дополнительное время, я выяснила о них такие обстоятельства, что я не хочу заключать с ними. Я заключила сделку чуть позже и с другими. Замечательный пример, на самом деле. Это дало, я так понимаю, особенно в варианте с мужчиной, в принципе, этот сеанс, он его расслабил. Он его расслабил, он в этот момент успокоился, потому что очень часто импульсивно мужчины принимают решения довольно быстро. И, в принципе, не только мужчины. Все принимают решения эмоционально и быстро. А в данном случае он, вероятно, просто расслабился, у него ум успокоился, и он смог принять решение достаточно правильно. Очень хороший пример, правда. Наша беседа уже подходит к концу. Смотрю завершение часа. Есть еще возможность звоночки принять 6-7-21-29-39, и второй телефон 6-7-21-39-39. И нужно было бы наверняка спросить, Леночка, если кто-то из наших радиослушателей заинтересовался и прийти к вам на сеанс такой, ведь тоже возможно. Расскажите, пожалуйста, об этом. Где вас искать в интернете, телефоны и все такое? Да, я человек достаточно... Меня легко найти в социальных сетях по моему имени и фамилии. Алина Воронова. Да, Алина Воронова. И у меня есть кабинет, где я принимаю. Даже их два. В одном у меня сайт Аурасума, в другом я делаю несколько другие практики. Также я провожу это в таком, знаете, развлекательном формате, потому что люди не всегда хотят прийти на консультацию. Это кажется, что такое серьезное, важное. Я это потом сделаю. Иногда меня приглашают, например, на такое мероприятие, как День рождения. Да, да, или какой-нибудь девичник. Да, замечательно. И мы занимались эмоциональным состоянием невесты и ее подружек перед свадьбой. Это было очень здорово и весело. Да, да, классно, правда, очень классно. Так что вариантов множество. Будем знать, что это, правда, один из вариантов провести просто прекрасное время с подругами, с друзьями и так далее. Не контрацептивы раздавать по улице ходить, как это обычно происходит в пьяном состоянии. Наши девушки частенько замечены были. Давайте мы подытожим, что раз у нас уже мало времени осталось, на самом деле, что этот метод, он действительно шикарный и для людей, и для животных, еще раз хочу сказать, и для животных в том числе. То есть можно приходить к вам, или вы можете приходить, я так понимаю, и на дом. С животным, конечно, лучше в его среде, чтобы не создавать дополнительный стресс. Но у меня есть клиенты, которые приходят со своей карманной собачкой. Об этом, правда, желательно заранее предупредить. То есть его можно использовать, в общем-то, очень широко. И я, кстати, слышала, что Мадонна, она очень хорошо, она пользуется этим методом. И этот метод популярен Аверсомы и работы с нашей волшебной палочкой. Он популярен и в Японии, и в Китае, и в Европе. Это действительно достаточно уже широко известный метод такого вот эмоционального воздействия, балансировки. Более того, что касается джедайского меча в миниатюре, я являюсь учителем этого метода, и я могу, в том числе, провести обучающий семинар, и тогда вы сами обретёте свою способность работать с таким джедайским мечом. То есть его можно у вас приобрести будет, да? Через меч? Да, в том числе. Ну что ж, замечательно. Пускай мир будет другим. Мы вас заинтересовали. Да, я сейчас должен как-то это всё переосмыслить. Я просто очень много информации как-то воспринимал. Не знаю, интересовался вообще природой света. Для меня свет – это удивительная субстанция. Но это чисто физика, и тут в квантовую физику мы сейчас вдаваться не будем. Но каким образом сам свет воздействует, а точнее даже его чистота света, поскольку она меняется именно с цветом, воздействует на наш организм. Много по этому поводу различных теорий, гипотез и учений. Но вот с ауросомой я встречаюсь впервые. Это действительно очень интересно. Спасибо вам за содержательную беседу. Ещё раз напомню, у нас сегодня в гостях тренер-консультант Алина Воронова. Ну и, Танечка, вам спасибо. Таня, Доля, она сегодня, впрочем, как обычно, каждую вторую среду мы ведём программу с названием «Другой мир». Спасибо, дамы, вам за содержательную беседу. Спасибо. Спасибо.